Фейк. Дельташтамм, который вызывает COVID-19, был изобретен, чтобы вызывать панику. Дельташтамм стал предметом многих теорий заговора. Фейковая новость о том, что дельташтамм менее патогенен, чем исходный штамм, была опубликована порталом flux.md, который продвигает теории заговора о COVID-19. Текст взят с румынского сайта activnews.ro. Следует отметить, что flux.md часто перепечатывает статьи activnews.ro, который также специализируется на дезинформации и спекуляциях о COVID-19. Румынский сайт gazetari.ro опубликовал видео, которое отрицает существование дельташтамма, и в котором сделано несколько ложных заявлений об этом штамме коронавируса, намекая, что он был специально изобретен, чтобы вызвать панику. Эти утверждения ложны и спекулятивны. Их опровергает как Всемирная организация здравоохранения, так и эпидемиологи. В настоящее время существует четыре известных штамма вируса, признанных ВОЗ и Центром по контролю и профилактике заболеваний США, которые циркулируют во всем мире и вызывают беспокойство – альфа, бета, гамма и дельта. По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, дельташтамм исходного вируса распространяется на 60% быстрее, чем предыдущие штаммы, становясь самым распространенным и заразным. Штефан Георгица, медик-эпидемиолог Национального агентства по общественному здоровью в Республике Молдова, утверждает, что дельташтамм уже распространяется в нашей стране, причем довольно агрессивно. Пути передачи и симптомы такие же, только они более выражены, а число инфицированных среди молодежи увеличивается в том числе среди детей от 5 до 17 лет. КОВИД-19 и фейки о вирусе никуда не исчезли. При появлении первых симптомов болезни обращайтесь к семейному врачу или в службу 112. Защити себя от КОВИД-19 и от фейковых новостей. Компания против ложной и тенденциозной информации StopFals.